В городе Сан-Франциско много самых разных достопримечательностей. Это, конечно же, мост Золотые ворота, дворец изящных искусств, небоскреб Пирамида, целых две тюрьмы, закрытые в 63-м году Алькатрас и поныне действующие Сан-Квентин, район Кастро, мировая столица всевозможных меньшинств, Чайна-Таун, в котором снималось множество фильмов, знаменитый университет Беркли, а если проехать 40 миль на юг, то еще более знаменитый Стэнфорд, от которого направо силиконовая долина, а налево красивый залив Хаффмунд-Бэй, где серферы ловят огромные океанские волны. А еще легенда Водстока и группа Криденс Клея Уотер Ревайвл и Грязный Гарри с его знаменитым револьвером Магнум-44 фирмы Смит и Вессон. Ну и, наконец, центральная улица города – Маркет-стрит, где на пересечении с Паул-стрит располагается конечная остановка одной из веток знаменитого канатного трамвая. Вообще-то в городе есть и обычные трамваи, и даже и житые в Москве троллейбусы. Но самый старый – это именно канатный трамвай, который, заметим, включен в национальный регистр исторических мест США. Хотя этот трамвай совсем даже и не трамвай, а скорее фуникулер. У него нет своего двигателя. Трамвай просто цепляется за проложенный под улицей металлический трос в несколько километров длиной, который приводится в движение на тяговые подстанции со скоростью 15 километров в час. Появился этот транспорт в 1873 году, то есть почти 150 лет назад, когда богатые горожане начали здесь селиться и строить викторианские особняки в респектабельной верхней части города. Добраться куда? По крутым здешним улицам на извозчике было довольно проблематично. ЗАСТЕКШИЕ ПОЛЬТОРА ВЕТО ЗАСТЕКШИЕ ПОЛЬТОРА ВЕТО КРАМВАЙ ПОЧТИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ И разворачивается он по-прежнему вот таким старинным способом при помощи, скажем так, человеческого фактора. ОПЛОДОРА ВЕТО ИНОСТЬ УХАН , ОТЛАК Правда, теперь он все больше возит не граждан, а туристов, которые выстаивают немаленькие очереди, чтобы за 7 долларов с ветерком прокатиться по крутым улицам этого замечательного города. Впрочем, эта цена, по которой я каталась на этом трамвае 3 года назад, сейчас наверняка дороже. Считается, что канатный трамвай является довольно опасным видом транспорта, и городские власти много раз пытались его закрыть. Но горожане отстояли свой трамвай как символ города, за что большое им спасибо.